Встроенный функционал WebOS с профессиональных панелей LG. Сегодня поговорим о контент-менеджере, который состоит из трех разделов – Плеер, Расписание и Редактор. Раздел Плеер позволяет нам просматривать контент в собственной памяти и на внешних USB-носителях. Позволяет по категориям просматривать контент, видео, шаблоны и прочее, и воспроизводить его на дисплее, а также создавать плейлисты. При создании плейлиста мы выбираем материалы, которые будут проигрываться и задаем их последовательность, а также задаем длительность их воспроизведения, эффект перехода между роликами, формат изображения и включаем функцию автопроигрывания для автозагрузки роликов при включении дисплея. Далее сохраняем и получаем готовый плейлист. Второй раздел – Расписание. Здесь мы создаем расписание и отображение контента. В качестве источника сигнала мы выбираем созданный плейлист или внешний источник сигнала. Рассмотрим вариант использования плейлиста. Мы можем выбрать дни недели и время начала и завершения воспроизведения плейлиста, задать имя плейлисту, эффект перехода и формат изображения. Расписание создано. Жмем Done и видим готовый лист с краткой информацией о воспроизведении. А если перейти в календарный вид, то расписание будет представлено в графическом виде. Последний раздел – Редактор, который позволяет нам создавать собственный контент на основе встроенных шаблонов. Шаблоны сгруппированы по типам бизнес направлений, таких как шоппинг, рестораны, транспорт, образование и прочее. А также пустые шаблоны для собственного креатива. В качестве примера в шаблоне можно изменить изображение или видео, а также изменить текст и его формат. После создания собственного шаблона он попадает в раздел Плеер – Шаблоны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...